Метро Last Light Не надо будет читать Как меня это реально кумарит в многих играх Что еще интересно Интересно то что здесь будет Высветлена Борьба за власть Будет такая гражданская война Не считая того что и так Проблемы с мутантами так еще затеяли Гражданскую войну Интересно будет на это все посмотреть со стороны И им конечно даже поучаствовать Так что понеслась Так новая игра Спартане Стандартный режим Конечно да Какой хардкор ребята Мы будем на нормале Так яркость В принципе гуд Черные появились позже Со стороны ботанического сада Черные Огромные На голову выше самого высокого человека Создание из ночных кошмаров Жуткие Как вывернутые наизнанку люди Чудовища Рожденные чтобы нас погубить Молва приписывала им чудовищную силу И неестественную злобу Говорили что они голыми руками Разрывают вооруженных людей Че за Это неправда Правда Страшней Да Хочу узнать эту правду Так Что у нас там Д6 Какое то На карте Мигает Так Давайте глянем Что тут у нас Опа Каким то вояком сидим И бухаем Опачки Че там произошло Короче один Фордпост Расхреначил кто то Бля Сердце как у меня бьется Что там 8 часов 27 минут Ооо Какие то херы блядь появились там Блядь а то мы своего убили Вот как действуют эти тёмные Да Ёлки-палки Жесть полная, скажи-ка я вам, ребята Это капец Своих положить, блядь, потому что глюны эти вызвали Довольно умно, конечно, с их стороны Но обидно и мне, что я убил своих собратьев здесь Смотрите, руки в крови, ну конечно И такой чувачок стоит, типа Ты красавчик И ты умрёшь Жесть Всё тот же Артём, кстати, у нас тут Да, и Хана мы знаем Герои первой части Да, слушай, Артём Я был на пепелище Улья Чёрных И видел там одного из них Я сразу отправился к тебе Это шанс, Артём Шанс понять Они ведь пытались установить с тобой контакт Только с тобой А ты навёл на них ракеты Хан, ты как здесь оказался? Вон мне! Кстати, графика стала получше Видно сразу вообще Детализация Кстати, у меня был один знакомый курильщик Так Чё, берём журнал Он нам пригодится Зажигалочка Да, помним эту зажигалочку И чё, всё-всё, что он взял тут? Двигаться Да двигаться я так знаю О, включить-выключить Отлично Что тут ещё? Какая-то хрень Что тут, что тут ещё Можно увидеть интересного Так Не знаю, что там. Что-то загорается, не загорается. Давайте дальше пойдем. Так, черный следует за ханом навстречу с мельником. Ага, видите, как тут можно все делать? Офигеть, здесь замутили. Так, давайте тут... О, какой чувачок балдец. Смотрите, сколько кассет у него. Такой меломан, блин. А тут гитарные шняшки. Чувак там с оружием что-то мутит. Ай, привет, малыш. Ай, жалко, что чувак без ноги, конечно. Я сразу жетон дарил. Да. А я вот в новобранцах два года гонял, пока меня в орден приняли. Так, слушайте, сколько я там делов наворотил. Писарь какой-то. Так. Какая-то лаборатория. Тут вообще комната отдыха. Параши? Ну как без параши? Ууу, стыди, как чувак подмывает свои подмышечки бздючие. О-о-о. Прям как в тюрьме. Ты посмотри на тех двух салах. Неудивительно, что полковник приказал удвоить время на пись подготовки. Ага. Вся группа полегла. Там же вроде всё спокойно было на балоне. Вещь и надо. Видишь, вещь. Видёшь по ним, чтобы не потонуть. Ласторогих, конечно, много, но пройти можно. Чё? Кто там целую группу перебить? В чистоте написано, да? Работа... Рабочее место содержи в чистоте. Понятно. Оружейная. Привет. Конечно. Конечно, с удовольствием. Да. Спасибо. Противогаз смотрится и без них неплохо, но пользы от него тогда ноль. Так, аптечки. Что тут скажешь? Всё, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Ммм, спасибо. Вот твой аванс за этот месяц. Не забывай, зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять. Бьют они больно. Но лучше всё же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение. Угу. А чё есть? Так, есть винтовочка. Есть автомат. Калаш. Есть РПК. Пулемёт. Дробовичок. Пистоль. Так, я вот что думаю. Я вот не знаю. Этот довоенный ручной пулемёт. Отличный высокой точностью и дознобойностью. Позволяя при этом вести огонь длинными очередями. А это этот классический автомат для военного производства. Несмотря на широкое распространённость. Стояние метро за высокое боевое качество и надёжность. Чё брать? Ручной пулемёт. Давайте берём, наверное, калаш. Потом берём дробовичок обязательно для ближнего. А что там по тёнингу? Так, есть. Отлично. Так. Это мы сделали. А что тут? О, тут какие-то эмблемы ещё есть. А чё за эмблемы? Хрен его знает. Так, тюнинг давайте. Так. Тоже есть. И на последний, я не знаю, что автомат. Может, пистолет? Пускай будет. Да. Я понял. Я, в принципе, уже чуть-чуть знаком с этим оружием ещё с первой части. Попробуй выстрелить в центр груди обычного манекена. Мало нет. А теперь стрельни по бронированному манекену. Улавливаешь разницу. Пробить патронов надо. Так что смотри. Значит, враг проживан. Попробуй быстрее. Я понял. Чувствуешь разницу? Конечно, чувствую. Можешь посетить о вас ещё или отправляться к мельнику за заданием. Так, к мельнику за заданием. Так, патрончики мы взяли. Так, у нас тут всё чики-пики. Поздравляем. Спасибо. Конечно, забегу. Кухня. Это, наверное, автосохранение, я думаю, здесь сейчас произошло. Мельник вызывает к себе командиров звеньев. Будет большое собрание. Угу. Что-то жареным запахом. Понятно. А вот и я. Открывайте ворота! Ты про Лесницкого-то слыхал? Ты о чём это? Вы ребята за храной лабораторией спросили. Что? Что он там уже натворил? Что, опять какой-то движняк сейчас будет здесь? Этот командир ещё тут такой дверью, блин. Чё он там боится? Что свои убьют его, что ли? Или мы реально куда-то просто направляемся? В гробницу правителей древности клали всё, что могло потребоваться им в загробной жизни. Угу. Оружие, украшения, колесницы, даже жёны рабов. Ёптой. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду. Прям тут такой рассказчик, блин. Ну чё, погнали, ребят. Наверх я так понимаю, да? Ходят слухи. Те самые загробные дары. Оружие множество. И коней гордых. И богатства несметные. Угу. Хоже ведь, правда? Вот только грабители и могил, а все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнёшься или нет? Эй! Что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А чёрт его знает. Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. Всё разволочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо! Так, а внутри там что? Хранилище-то. Вроде химическое оружие. Хотя чёрт его знает. Капец. Сейчас мне полковник за Лесницкого в нераскалённой арматуре, но загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Ну так всегда бывает, чувак. Просто расслабься и наслаждайся процессом. Пошли! Да, все это мы Д-6 взяли. Насколько ждут выхода во входах. Целый город, тайники, бункеры. Хотя, конечно, о такой базе можно только мечтать. Только что ребята вернулись с кольца. Говорят, Ганза укрепляет свои погранпосты по всей линии. Особенно те, что... Ну вот. Надо держать тут, кстати, в инвентарь заходить. Ну Ганза ещё по первой части, походу, знаком нам. Командный центр. Президент тут за 100 дверьми. Артём, я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение чёрных худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто несовместимы? Все кроме тебя, Артём. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец Ордена тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. Так, сейчас послушаем, что тут нам расскажет. Так, Артём, Хан, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В Ботаническом саду я видел чёрного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Чёрный худший из всех угроз, с какими сталкивался Орден. Полковник, чёрный один, он нам не угроза. У Артёма дар. Я думаю, он найдёт чёрным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артём, отправляйся с Ханом и найди чёрного. С вами идёт наш лучший снайпер. Она. Есть. О, она. Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить чёрного. Что? Да как вы... Взять его. Убийца, вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывезьте его. Артём, это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров. Взяли увеличиваю кабель. Слышь на эти бредни, Артём. Похоже, чёрный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперёд. Что застыл, кролик? Давай за мной. Артём, скажу прямо, чёрный тебя чувствует, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай, Анна и правда лучший снайпер. Если чёрный тебя возьмёт под контроль, у неё будет две цели. Так что, осторожней. Лесницкий оказался внедрённым агентом. Ваша задача перехватить его, прежде чем он доставил «Понятно». Так, есть какая-то информация. Так, заметка 1. «Спарта». Угу. Ну, это в первой части у нас тоже была такая чухня. Я должен сделать то, что от меня требовал Хантер, что мне приказал Мельники, чего от меня ждала. Ждёт Анна. Хорошо. Будем с этой подругой бегать. Что у неё за снайперка? СВДшечка? Не знаю, подруга, если бы ты была на моём месте, ты бы усралась на той вышке, блядь, там. Героиня сраная. Так. Хорошо. Давайте садимся в это метро и куда-то чухаем. А, нам же в ботанический сад надо. Может, ты тут ещё будешь командовать, подруга, блядь? Давай расслабь булочки свои, блядь. А то сейчас тут чпокаю тебя прямо в этом метро. Так, куда меня несёт? поезд в прошлое, год назад. сад. Угу. Угу. Окей. Сделаем. Сделаем. Так, не знаю, я пока переключаюсь на автомат. А сейчас монорельс кажется фантастикой. Цюкую шапочку она напялила. Да что ты говоришь? Философствуешь тут мне? Интересно такое вот есть, освещение даёт и слева в верхнем углу как будто мы в очках. с фонарями. Так, хорошо. Но графика действительно меня радует. Готов? Вперёд. Так, готов, готов. Давай вперёд. Осторожно, двери закрывают. Бздуние. Бздуние, ребята. Спасибо. Кстати, Артём, вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельс приехали. Ракеты на рассадник в чёрных наводите. Хорошая примета. Тогда всё нормально получилось. О, стоим батей. Я думаю, здесь рубильник как бы надо включать. Блядь, как бабы любят командовать, я вам честно скажу, это просто меня аж блядь телепает. Какой-то хрен тут. А что тут нельзя ничего подбирать? Куча трупаков. Что за флянец? Не знаю. Давай, иди вперёд, всё-таки героиня, а я пока тут по стрёму что-то полезное найду. Всё. Так. По плану впереди вход в коллектор. Мм. Ну, эти патроны это нам деньги. Они нам пригодятся. Давай, иду, иду, не бойся. Такая прям глазастая, бля. Сверлит меня взглядом. Давай направо. Иди в жопу. Давай направо. Я хочу сначала тут всё проверить. Вдруг тут что-то есть интересное или важное. Блядь, реально, сколько здесь людей погибло. Тут что, кого-то похоронили. Это жесть, я вам скажу. Особенно вот здесь, смотрите, как ребёнка мама обняла, и тут отец рядом. Это очень, конечно, такая трогательная картина. Это уже куда-то усыпало, блядь. Ага, здесь крысь не боится, странно. Ой, блядь, не бзди. Так, тут узкое это вот. Туннель, я думаю, с дробовичком надо проходить будет. Так, лестница. Осталось совсем чуть-чуть, и посмотрим, кролик ты или кто. Вот и иди себе туда. Так, заметка. Пепелище. Угу. Видите, не зря сюда пошли. Так, один патрон тут стрельканул. Надевай противогаз. А, блядь, опять противогаз. Ах, я люблю эту поверхность, блядь. Да там твою жопу не видно за теми тряпками, блядь. Чё ты басней там рассказываешь? На жопе глаза выросли, что ли? Сказочница мне тут. Ну и чё? Помоги-ка. И как ты хочешь, блядь, я тут ещё поднимал? А, шоб я тебе решаточку открыл. Ну-ну. А где там на каком-то? Там была зима, я помню. Постоянно как не вылазим, так зима, блядь. А тут у нас уже... Двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Блядь, тачка-то радиация. Ну да. А я простая девчонка. Мне туда оставаться нельзя. Да что ты говоришь? Протирать надо. Ой, давай не рассказывай. Дрогнет рука, блин. А ты чё бздишь, тут будешь? А ты сучка драная. Кстати, я сразу вам скажу, я настроил кнопочки под себя, как мне удобно. Советую всем это делать на стройках. Так, это типа сад. А вот это говно летающее с 3-ю там ещё есть. А где горит, я нихера не вижу. так, не знаю, я пока взял дробовик. Так, пока всё время, надо быстро перезарядиться. Сейчас ещё набегу. Ещё тройка, работаем. ещё раз. Смотри за камушат. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И вообще, я гражданин Ганзы. Молчи! Это ты мой Ганзи, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас провести. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урок! Это произвол! Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант? Нет, нет, пожалуйста. Жестко. Массеропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Считаю до трех. Один. Слава красной линии. Да здравствует товарищ Москвин. Три. Я расскажу. Но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно рейх не вмешивается в дела ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красный и мутант. Что все это значит? Ты любопытный слишком? Ты любишь пулю? Бери офицера. Ах, не. Вот так вот. Хорош. Сука. Режь скотину, блять. Хорошо, хоть нашу деваху не словили. Где-то броди там. Бля, мы еще в каких-то письварах тут. ай красавчик спасибо за павлом следовать так чё чувак нашел выход согласен дай посухать подожди даме было рубильничек какой-то чё дверь закрыта да понятно ну что давайте уже в следующем видео продолжим с вами был олегович и вы на канале олегович games ставьте лайки подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии до встречи